Послание к евреям, глава 10 Бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, — Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, — Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, — Вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А всем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, — Вот завет, который завещаю им после тех дней, — говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, И, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистившись сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается боли жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще, Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и Моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Субтитры создавал DimaTorzok